друзья приветствую вас давайте сегодня продолжим темы которые скажем так они достаточно спорные от них многих людей бомбит но тем не менее они достаточно интересные и они в плане развития критичности мышления и восприятия реальности я считаю они очень полезны и такие моменты они просто обязаны возникать для того чтобы люди во-первых призадумались относительно того что на самом деле происходит и с другой стороны чтобы создались противоборствующие силы потому что все какие-то решения консенсус мире достигается за счет баланса сил то есть не за счет того что все подавляется и движется в одном направлении по указке одного человека за счет того что идет как бы обсуждение дискуссия и соответственно обмен мне мнениями разные силы сталкиваются и вырабатывается то решение которое оптимально смотрите есть такая девушка или девушка которая сейчас очень популярна она пользуется спорной репутацией в плане того что одни и считают очень как бы умницей молодец что она этот вопрос подняла другие как бы крайне негативно отзываются о умственных способностях но как бы все мы люди все мы имеем свою точку зрения свои оценки я не собираюсь ее никак оценивать я всего лишь хотел обратить внимание на то о чем эта девушка говорит какие вопросы она поднимает и соответственно что эти вопросы вызывают определенный резонанс и так давайте посмотрим то есть она родилась 2003 году вот экологический активизм она говорит о том что школьники должны выходить на улице для того чтобы ну устраивать протесты демонстрации и привлечь внимание общественности людей к тому что происходит изменение климата увеличение температуры вот при этом она это мотивирует так что она как будто умирает внутри если не протестует здесь как бы сразу возникает с точки зрения скажем так мы не знаю как меры ощущения там восприятие то есть ну что все-таки первично первично решение какой-то проблемы и сделать что-то полезное принести пользу для мира или протест как протест борьба ради борьбы то есть но если это борьба ради борьбы тогда совсем другое дело я считаю что таких людей вообще серьезно нельзя воспринимать потому что либо ты ставишь цель достижения какого-то блага какого-то оптимального решения вот или же ты просто погрузить хочешь но если просто погрузить то ну пиар и пиар не более чем серьезно воспринимать такие вещи наверное нельзя так вот на чем она акцентирует внимание что есть некий доклад который призывает общественность промышленников к тому чтобы сосредоточиться над борьбой с потеплением изменением глобального климата ну то есть как бы девочка она как раз оказалась в тренде сейчас эти вопросы очень активно поднимается муссируются она со многими великими людьми на этот счет встречалась была на доводском форуме говорила что необходимо там все возможное сделать для того чтобы остановить изменение климата а вот это изменение климата она по большей части связано с тем чтобы ограничить выброс углекислого газа и соответственно перейти к новой парадигме развития мира когда энергия будет получаться не из полезных ископаемых не из горючих полезных ископаемых но смотрите возьмем сайт гринпис люди меняют климат это научный факт этой позиции придерживается авторы свыше вас 97 процентов публик ну не знаю подсчета нету то есть ну цифра она может быть с потолка взятой или не знаю там или износа как козюль и и достали и закрутили и сказали что 97 процентов на самом деле я не видел такой статейки чтобы 97 процентов авторов научных журналов они признавали что вот человек это скажем так тот фактор который кардинально меняет климат земли то есть несомненно то что есть человечество она оказывает определенное воздействие на изменение климата вообще на существование планеты на биосферы и так далее это вполне как бы с этим можно согласиться вопрос только в том насколько существенно это влияние оказывается но вот в частности было такое парижское соглашение о том что собрались страны и договорились что нельзя чтобы там температура увеличилась там пределах там такого-то количества градусов и что страны должны принимать активное участие для того чтобы уменьшить выброс co2 соответственно co2 сейчас мы поговорим почему так привязались к co2 из-за чего скажем так такое пристальное внимание идет к co2 вот на мой взгляд это абсолютно необоснованное проблема она ну просто раздута на ровном месте ну вот я немножко прессовался у вас развлечь смотрите на что хотел обратить внимание вот если взять такую картинку предположим что температура есть некая температура средняя на нашей планете там средняя температура по больнице то есть в африке в антарктиде и так далее и соответственно по мнению экологических активистов различных соответственно организаций эта температура ежегодно увеличивается она ежегодно увеличивается это оказывает негативное воздействие на окружающую среду тает ледники вымирают виды животных люди чувствуют себя хуже и так далее и тому подобное предположим что это действительно так и есть но давайте рассмотрим каким образом увеличивается вообще температура на поверхности земли температура это функция энергии то есть когда энергия попадает соответственно атомы молекул они начинают двигаться быстрее исходя из этого температура растет то есть чем температура чем выше чем энергичные молекул атомы двигаются соответственно как энергия вообще возникает как она попадает на землю но скажем так есть только несколько источников первый источник это солнечная энергия но это не только солнечная энергия но и вообще то есть космическое излучение которое попадает на землю это соответственно первый пункт далее так называемая энергия сгорания это то что по большей части присуждается человечеству то есть за счет того что человечество вносит энергию сгорания и помимо того что эта энергия сгорания получаемое из сжигания полезных ископаемых она увеличивает общую энергию она еще и генерит углекислый газ сажу и так далее эти компоненты они соответственно помимо того что энергию увеличивают они еще создают парниковый эффект то есть молекула co2 она как бы экранирует поверхность земли вместе с пылью сажей и соответственно мешает энергии излучаться космическое пространство то есть земля за счет этого сильнее разогревается во-первых как бы человечество вносит лепту сжигает полезные ископаемые увеличивает вот эту энергию которая на поверхности образуется плюс создает газ который как парник мешает этой энергии излучаться в космос далее еще есть такой фактор как энергии ядра земли соответственно энергии ядра земли вот все мы знаем прекрасное извержение вулканов бывает ну как бы если бы внутри земли не было маленького солнца термоядерного которое там горит как атомный реактор и соответственно периодически в различные трещины между тектоническими плитами эту энергию извергает то соответственно ну как бы тогда бы не было извержение вулканов то есть какая-то часть энергии она излучается из центра земли за счет того что там происходит ядерной или термоядерной реакции саму ядро расплавлено соответственно извержение вулканов тому подтверждение что там какой-то источник энергии внутри находится вот но и минус минус излучение земли в космос то есть та энергия которую планета получает от солнца она может частью излучить во внешнее пространство то энергия которая получается в результате сгорания то есть работы электростанции тепловых самолетов машин из-за того что там люди дышат потому что человек это тоже по сути биологический двигатель внутреннего сгорания который увеличивает температуру и генерит продукт сгорания co2 и плюс энергии ядра земли так вот все вот эти экологические организации они говорят что на самом деле ключевой фактор этот этот энергия сгорания которая человеком создается и соответственно то есть уменьшает излучение землей в космос человек то есть за счет создания за что что углекислый газ вырабатывается и его концентрацию увеличивается возникает парник и соответственно люди поэтому искажают климат в сторону его увеличение причем делают это очень значительно но вот опять же если мы откроем википедии здесь есть материал который касается этого вопроса что глобальное потепление вот она таким образом идет то есть идет непрерывный рост соответственно ну очень сильный рост идет шестидесятого года вот но здесь тем не менее достаточно здраво приведены причины почему это может быть то есть вариации светимости солнца то есть изменение солнечной радиации очень сильно влияет на температуру поверхности земли малейший чих на солнце и соответственно температура на земле подскакивает далее вулканические извержения но это по сути тоже сгорание плюс выделение углекислого газа в атмосферу но помимо вулканических извержений еще идет постоянный отток энергии с центра земли к поверхности то есть поскольку там внутри атомный термоядерный реактор он соответственно излучает энергии помимо вулканических извержений этой энергии она еще в результате теплопроводности подходит к поверхности земли из ядра то есть это тоже эффект оказывает на самом деле вот но здесь делается эффект на то что с наиболее существенный эффект оказывает именно то что человечество генерит углекислый газ но признается что изменение солнечной активности может на это влиять однако то тут сразу пишется что исходя из того что там по-разному нагреваются слоя атмосферы активность солнца мол никакого тут влияния особого не оказывает вот но и климатические последствия глобального потепления таяние арктических льдов соответственно часть территории там норвегия голландия там и различные там территории австралии и другие они уйдут под воду из-за того что уровень океанов поднимется соответственно то есть приведет к вымиранию но на самом деле это вымирание различных видов животных это вопрос достаточно спорный вообще как бы самому послево присутствие человека без потепления она приводит к вымиранию животных то есть будет потепление не будет как бы из человек вызывает нарушение в биосфере само его присутствие и это присутствие она и вызывает собственно говоря вымирание видов не углекислый газ не парниковый эффект то здесь как бы надо за ловкостью рук просто наблюдать когда скажем так определенная группа людей в своих интересах используя какую-то проблему которая есть она есть это несомненно но эта проблема она гораздо глубже она заключается не в углекислом газе его ограничения вообще существование человеческой цивилизации которая определенное влияние оказывает на биосферу а не только углекислый газ вот ну и описываются различные другие негативные эффекты которые связаны с изменением климата вот то что закисление океана соответственно то есть на людей будет негативное воздействие за того что ну как бы более теплый климат ухудшит здоровье людей хотя непонятно как это будет то что газовые конденсаты то есть есть запасы газа метана и других углеводородов в той же арктике антарктики они содержатся в виде гидратов и вольдах из-за того что все это размораживается соответственно все это выйдет наружу и помимо всего прочего воздухе появится еще и металл вот мы здесь вот дана картинка вымирание видов животных с 1800 года когда мы более или менее какой-то контроль на этот счет начал вестись но на самом деле если мы посмотрим на миллионы и сотни миллионов и миллиарды лет историю земли то все время какие-то виды то появлялись то умирали вот это в общем то ну естественный ход эволюции развития когда какие-то виды умирают какие-то появляются это это просто диалектика динамика эволюции и поэтому как бы говорить что вот человек он ну да человек он оказывает определенное негативное влияние но и ледник тоже когда был он тоже оказывал негативное влияние многие животные виды они вымерли от ледника и луна когда с другой частотой вращалась вокруг земли соответственно была другая гравитация и могли существовать огромные динозавры потом как бы вращение замедлилось соответственно гравитация воздействия луны уменьшил за счет это увеличилась гравитация земли и поэтому крупные виды там эти динозавры животные размером там с пятиэтажный дом они не смогли просто и гравитация уничтожила раздавила вот ну это неизбежно всегда как бы идет какое-то развитие изменение условий и соответственно какие-то виды умирают какие-то появляются то есть те люди которые они но то опять же это моя субъективная точка зрения который вот все пытаются обосновать что давайте ограничим выброс углекислого газа давайте введем киотский протокол сейчас правда как бы эту аферу и и все-таки по моему прекратили киотский протокол где страны должны вносить определенную плату за то что они выбросы углекислого газа осуществлять на понятное дело что это просто кто-то придумал высыл эту проблему из пальца для того чтобы собирать деньги под используя страх людей о том что там меняется климат и поэтому он со всех бабки собирать поэтому с моей точки зрения все вот эти вот экологические поползновения по большей части очень часто во многих случаях это не более чем манипуляции и попытки отдельных групп людей срубить денег на остальном обществе там ну как правило не исходят из более развитых стран потому что понятное дело тот же там допустим киотский протокол те страны которые они не развиты у них менее эффективная промышленность они генерят больше углекислого газа то есть у них эффективность меньше да в целом может быть сама страна развитая она производит больше энергии в целом она вырабатывает больше углекислого газа но ну допустим там с одним количеством населения но если брать на там работу промышленности в неразвитой стране то в силу неэффективности она выбрасывает завод с такой же производительностью больше углекислого газа и выбросов и соответственно если он еще будет по киотскому протоколу платить деньги за это то разумеется здесь на самом деле если тут всю эту арифметику баланс подвести то менее развитые стран они в дальнейшем оказываются в невыгодных условиях по сравнению с развитыми странами но сейчас по моему киотский протокол прикрыли но сейчас полно всяких других манипуляций которые связаны вот со всякими там зелеными движениями и так далее то есть что надо оказывать там воздействие на ту промышленность которая работает за счет сжигания полезных ископаемых и так далее и тому подобное вот есть еще такая штука как солнечная активность а ну в частности вот пятна на солнце минимум маундера вот здесь допустим вы видите вот картинка такая интересный график как менял солнечная активность там допустим 1600 года например если посчитать почитать летописи в москве в 1613 году в августе месяц льдом покрывалась москва река то есть был заморозок летом соответственно вот был так называемый малый ледниковый период в семнадцатом восемнадцатом веке когда было похолодание потом солнечная активность она начала увеличиваться потом она немножко спала и сейчас на тоже растет помимо этого есть 11-летний 23-летний солнечные циклы когда меняется солнечная активность и поэтому на самом деле влияние солнца на температуру поверхности земли она она очень велико и она по своей сути превышает возможное влияние но с моей точки зрения энергию который выделяет человечество в текущем виде существования и соответственно все вот эти последствия связаны так называемые парниковыми газами и тому подобное что я хочу сказать на самом деле я всецело согласен что но как бы диалектика развития она подразумевает что должно быть усложнение то есть сначала допустим начали начался научно-технический прогресс развиваться промышленность появились машины кстати на самом деле в начале в общем то появились и активно использовались электромобили но потом благодаря генри форту тому что была создана массовость дешевое производство двигатель внутреннего сгорания вы вытеснил электродвигатели громоздкие неэффективные аккумуляторы когда свинцовые они были вот по свинцовые еще какие-то тоже не очень такие эффективные и сейчас как бы подошло общество в другой фазе развития когда двигатели внутреннего сгорания они свой ресурс выработали и сейчас для того чтобы скажем так проходила дальнейшее развитие для того чтобы усложнялась для того чтобы происходил рост технологии и улучшение качества жизни человечества соответственно необходим возврат к этим технологиям то есть которые работают с использованием электричества тот же например электрический автомобиль он на самом деле гораздо лучше и эффективнее автомобиля на двигателе внутреннем сгорании то есть у него ограничение только одно это аккумуляторная батарея которую во первых надо заряжать несколько часов который очень дорогая который имеет ограниченный ресурс пользования и которые там в температурном диапазоне плохо коррелируют допустим там не все аккумуляторы они холодное время года работают а так вообще электрический автомобиль у него более эффективный электрический двигатель чем двигатель внутреннего сгорания ему не нужна коробка то есть по сути электрический двигатель он напрямую работает крутит колеса можно конечно коробку при желании поставить но в этом особой необходимости нету и и соответственно меньше узлов и агрегатов которые ломаются и поэтому в перспективе сейчас идет удешевление стоимости аккумуляторных батарей конечно же электромобили они постепенно будут брать реванш и вытеснять двигатели внутреннего сгорания потому что это уже другой более совершенный вид технологии то есть да действительно они меньше выделяют углекислый газ но конечно общий фон энергии который выделяется человечеством без перехода на полностью зеленые технологии то есть ветряные эти самые ветряки солнечные батареи то есть если вот этого перехода не будет то соответственно то есть все равно человечество она будет генерить энергию и это энергия она так или иначе будет влиять на увеличение температуры поверхности земли но опять же это энергии которые энергия сгорания то есть это человечество плюс вулканы которые извергаются и выплевывает в атмосферу co2 и co2 вот плюс энергию все равно вот с моей точки зрения субъективной вот этот энергия составляющая еще то что ограничивается излучение за счет возникновения парника в общем-то это значительно меньше чем то что дает солнце и солнечная энергия на значительно сильнее влияет на температуру и солнечная активность и и колоссальное влияние на то что происходит на поверхности земли она значительно больше чем то что выделяет человек вот и поэтому с моей точки зрения все эти так называемые зеленые технологии это как это сказать это конечно несомненно новый этап развития человечества который должен быть реализован для того чтобы человечество поднялось на новый этап развития но также как свое время там от коней перешли на двигатели внутреннего сгорания или от арбалетов и луков к пороху более совершенной технологии но при этом говорит что там вот давайте перестанем сжигать и поэтому температура перестанет расти то есть я думаю что это все-таки манипуляция и это не так потому что ну хорошо там будет же сжигание допустим сразу на солнечные батареи и ветряки не перейдут то есть солнечные батареи ветряки в чем их существенный плюс они вот эту энергию сгорания не вызывают потому что здесь энергия на просто энергии земли и солнца который есть она берется и она передается человеку виде электроэнергии то есть дополнительной энергии не возникает но при этом возникает дополнительное потенциальное загрязнение ведь нужно же произвести эти ветряки и соответственно солнечные батареи то есть выплавить кремниевые пластины там металл выплавить из которой ветряки сделать и так далее поэтому на самом деле здесь как бы за счет снижения этой компоненты будет возникать еще другая компонента которые здесь в энергетическом уравнении отсутствует это загрязнение окружающей среды за счет того что производится новое оборудование и новые различные промышленные установки так но друзья вот я хотел бы резюмировать теперь свои мысли на этот счет что на самом деле я считаю что необходимо развитие вот этих всех новых технологий с изменением энергетики то есть переход на солнечные батареи и ветряки при этом скорее всего в качестве сбора или электроэнергии но энергии который вырабатывается будет я думаю использовался водород то есть все это будет электролизом водород превращаться водород соответственно будет накапливаться дальше перевозиться или куда-то поступать там где он уже будет сжигаться энергия в результате этого дополнительное не будет возникать потому что водород получим был в результате того что забрали энергию солнца то есть того излучения которое попало на землю и соответственно общий энергетический потенциал он не будет увеличиваться то есть за счет этого того что сгорает водород больше энергии не будет поступать на поступать на землю потому что это та энергия которая поглотилась от солнца соответственно это конечно позволит во первых энергетический баланс снизить то есть чтобы энергии больше не возникало на поверхности земли сократит конечно же выбросы углекислого газа это как бы создаст новые рабочие места новые технологии то есть двинет экономику земли к развитию дальнейшему вот поэтому с этой точки зрения это несомненно технология которой она сейчас достаточно интересно и должна развиваться однако говорить что при этом вот эту технологию мы меняем берем новую технологию отказываемся от получения энергии в результате сжигания ископаемых но это абсолютно не означает что все экологические проблемы будут решены и температура на поверхности земли перестанет расти потому что малейший чих солнца и соответственно температура она вырастет так как не один год накопления углекислого газа его и сжигания ископаемых не вызовет там не знаю за 10 лет увеличение температуры поэтому с точки зрения эволюции развития соответственно ветряки и солнечной электроэнергии они необходимы а также электромобили с точки зрения прекращение мирового потепления я думаю никакого изменения практически не окажет переход на эти новые технологии то есть температура она как росла так и будет расти но потому что все вот эти расчеты которые там приводят по поводу влияния co2 они как-то очень аккуратно уходят от темы влияния солнца вот но с другой стороны то есть это придаст рывок развития человечеству мировой экономики позволит преодолеть финансовый кризис который грядет но с другой стороны я думаю все таки будущее оно за термоядерной энергии и вот сейчас все вот эти так называемые зеленые попозновения в сторону в сторону в ветряков и солнечных батарей я думаю они отсрочат на десятки лет возникновение управляемого термояда потому что если мы финансовые группы там олигархи там не знаю как масоны то есть они если вложатся уже в технологию которая будет позволять производить электроэнергию исходя из солнечных батареи ветряков то есть будут вложения сделаны то потом переходить на скажем так другой технологический уклад который будет более эффективный будет давать более энергии уже скорее всего никто не захочет потому что надо сначала отбить те деньги которые вложили и потом уже когда совсем ситуация станет напряженной тогда уже можно будет подумать о смене энергетической парадигмы так друзья но такое мое мнение на этот счет если вам интересно но скажем так подобный формат как дополнение пишите будем тогда еще какие-то вопросы разбирать исследовать если не интересно ставьте дизлайки я тогда пойму что это неинтересно и подобные передачи выпускать совершенно ни к чему все спасибо за внимание